С 1 января 2017 года мы должны были всей страной проснуться в новых правилах так называемой мусорной реформы. С 1 января 2017 года у каждого из нас с вами должна была появиться новая строчка обращения с твердыми коммунальными отходами в платежках. Но сегодня стало понятно, что она не появится, потому что сегодня Государственная Дума во втором чтении переносит, как бы продлевает сроки перехода на новые правила с твердыми коммунальными отходами. Почему это произошло? Потому что сегодня ни одна территория страны, ни один регион оказались не готовы. Не у всех до сих пор есть территориальные схемы, не выбраны региональные операторы. И сегодня мы оказываемся с 1 января в правовом вакууме, что делать с нашим мусором, который каждый день аккумулируем все мы с вами. Накануне на Комитете по экологии принято решение, сегодня его поддержит, мы надеемся, Государственная Дума, о продлении срока перехода на новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами. Но мы хотим сказать и заверить все территории России, это не отпуск, это не время выдохнуть пар, это не время просто на два года перенести целый федеральный закон. Это время для тщательной подготовки к новым нормам и правилам перехода обращения с твердыми коммунальными отходами. Мы согласились на продление окончательного срока перехода, окончательный срок для всей страны, это два года, по одной простой причине, что все территории страны не готовы, по разным причинам. Не были методические рекомендации правительства страны, сегодня ряд регионов вообще проигнорировали федеральный закон. Но мы согласились на продление срока ровным счетом, потому что тарифы в платежках ряда территорий могли вырасти в 5, 10, а то и 20 раз. Сегодня мы стоим на защите каждого жителя России и сегодня мы видим, что перенос неизбежен. Но сегодня Единая Россия все громче говорит о парламентском контроле и по отношению к законам с так называемыми отложенными сроками действия, как и с этим, мы переносим сроки наступления и работы с твердыми коммунальными отходами, с мусором в стране уже второй год подряд. Сегодня мы говорим о жесточайшем контроле над всеми правительственными структурами, представителями всех территорий страны, потому что сегодня мы не хотим через два года прийти ровно к той же точке, когда федеральный закон принят три года назад. И каждый год чиновники разного уровня нам констатируют, извините, ничего сделать невозможно. ЗВОНОК В ДВЕРЬ